Сводка от Генштаба. Силы обороны Украины за сутки отразили 21 атаку российских оккупационных войск, сообщает Генштаб Вооруженных Сил Украины. Противник нанес 3 ракетных и 13 авиаударов. Совершил около 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам. Авиация Силы обороны за минувшие сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также по его зенитно-ракетным комплексам. Подразделения ракетных войск и артиллерии Украины поразили 2 пункта управления россиян, 2 склада вражеских боеприпасов, а также другие объекты оккупантов. На Киев сегодня ночью российская армия совершила атаку, запустила по предварительной информации столичной городской военной администрации 40 беспилотников типа «Шахет». Военно-обозреватель Денис Попович в комментарии нашему телеканалу назвал эту атаку, так сказать, плановым. Давайте услышим. В последнее время были свидетельства о том, что приземляются военно-транспортные самолеты в Москве из Ирана. Очевидно, привезена новая партия, которую они сейчас пытаются использовать. По некоторым данным, уже за тысячу пошло. То есть, я имею в виду, бортовые номера. Беспилотников уже пошли за тысячу. То есть, мы можем понять, какое количество этих аппаратов спускает, так сказать, на нашу голову. Давним раздражителем для закомплексованных россиян. И отметил, что ответственность за все обязательно будет. Украина победит и накажет российских оккупантов. И вот по свежей сфотке от воздушных сил Украины уже идет речь, что в общей сложности зафиксировано пуске рекордное количество дронов Камикадзе. Идет речь о 54. Ну, а вот, собственно, да. Вот можем даже увидеть, если есть у нас графика, как сообщали воздушные силы Украины. Российская армия атаковала Украину иранскими дронами. Идет речь, конечно же, о шахедах знаменитых. Вот. Поэтому держим, как говорится, руку на пульсе свежей информации. Да. Ну и в результате успешной боевой работы ПВО уничтожили 52 шахеда. А также есть информация о том, что Россия будет предоставлять опасность для НАТО даже после ее неминуемого поражения в Украине. Об этом заявил начальник штаба военно-воздушных сил Великобритании Майк Уикстон в интервью The Telegraph. Когда конфликт в Украине закончится и Украина восстановит свои границы, как она и должна сделать, мы будем иметь поврежденную, мстительную и жестокую Россию, чьи средства причинения вреда нам – это воздушные атаки, ракетные атаки и подводные атаки. Майк Уикстон, начальник штаба военно-воздушных сил Британии в интервью The Telegraph. Майк Уикстон, начальник штаба военно-воздушных сил Британии.